Приветствую вас! Понимаете, ситуация в том, что по энергиям это не совсем к эзотерикам, хоть это не совсем психологам, это скорее к эзотерикам, вот, по энергиям. Потому что психологи энергиями не занимаются, а психологи решают достаточно материальные ощутимые проблемы, в том числе и с моделями поведения, потом, да, как бы, ну, как бы, модели поведения гендерные. И потому в позиции психологии, в позиции психологии, можно говорить именно о формировании женского поведения, о раскрытии себя, как женщины. Но с энергией напрямую это не связано никак. Вообще. Вот. Это связано скорее с тем, как вы себя чувствуете. Это связано скорее с тем, насколько вы себя чувствуете именно как женщина. Чувствуете ли вы себя женщиной? Вот это скорее про это. Вот. И, соответственно, чувствуете ли вы себя женщиной всегда? Постоянно? Да. Или только в какие-то определенные моменты, да. Ну, например, когда вас замечают, допустим, люди, мужчины, в частности. Вот. Или там еще какие-то проявления могут быть. Вот. А вот это, это то, что нужно, конечно же, разбирать, смотреть, изучать и так далее. Потому что, ну, напрямую это зависит, напрямую зависит данный аспект от, значит, того, как вы себя позиционируете. Вот. И на самом деле, на самом деле, к энергии, к женской энергии, это имеет отношение весьма-весьма посредственно. Потому что дело здесь не в энергии, а дело здесь в чувствах. В том, как вы себя видите, как вы себя чувствуете, принимаете ли вы себя, да, не стыдитесь ли вы себя, любите ли вы себя, считаете ли вы себя самой красивой, ну, допустим. Вот. Или, или нет. Вот. То есть, понимаете, вот такая история. И если, если вопрос ваш стоит таким образом, да, то есть, если ваш вопрос стоит вот так, что я не чувствую себя женщиной, то я хочу развить в себе вот эту самую женскую энергию, вот. Вполне возможно, что вы себя и не принимаете до конца такой, какая вы есть и, соответственно, вся сложность, все трудности связаны вот именно с этим аспектом, вот. И тогда именно, именно с этими моментами и нужно разбираться по сути дела. Почему вы себя не принимаете, вот, с чем это связано и так далее. То есть, какой стоит блок, какие стоят блоки на пути к тому, чтобы вы чувствовали себя женщиной. Это то, что можно раскрыть с точки зрения именно психологии, да, не с точки зрения вот некой энергии. Да, то есть, энергия это может быть, энергия это здорово, но мы, как психологи, об этом все же не говорим. Мы, как психологи, говорим все же больше именно о чем-то реальном. Вот я обращаю на это ваше внимание, чтобы вы все-таки именно вот, ну, понимали, да, чтобы вы понимали, о чем идет речь, и чтобы вы все-таки понимали, в каком ключе я вам отвечаю. Понятно, что есть и другие причины, понятно, что есть, возможно, и другие основания для того, чтобы вы себя женщиной не чувствовали или чувствовали в меньшей степени, это понятно. Ну, это скорее уже больше именно частной частности, а не что-то общее. А поскольку ваш вопрос, он преподносится как что-то такое общее, вот, то и, соответственно, отвечать на него можно только вот как на некий общий такой вопрос. То есть, первое, что нужно сделать, это определить, что вы понимаете под женской энергией вообще. Что вы понимаете под этим? Как вы понимаете женскую энергию именно вы, потому что различие в пониманиях может быть существенным, и вполне возможно, что мы с вами говорим о сыворечении разных вещах. Вот. То есть, вы говорите об одном, а я говорю совсем о другом. Может быть, вы вообще ошиблись разделом и написали не туда. Такое, в принципе, тоже может быть. Вот. Поэтому, сначала нужно определиться с этим. Это первое. Вот. Ну, и с точки зрения психологии, да, женская энергия, это вот женская модель поведения и ощущение себя женщиной. И, соответственно, как только вы раскроете себя, именно как женщина и бабы, вы раскроете свою женскую модель поведения. Вот. Я полагаю, что ситуация сразу же станет для вас куда более понятной, удобной, вот, практичной и так далее. Но, понятно, что это требует определенной работы. То есть, вот, само по себе, да, это никак, само по себе это никак невозможно реализовать. То есть, вот, так вот, сразу, да, так вот, сразу решить эту проблему не получится, к сожалению. Что есть единых каких-то способов, нет этого, нет этого, эээ, нет для этого. Единых способов, потому что, если бы были, да, то вы бы, ну, я уверен, эээ, не нуждались бы, эээ, в нас. Ну, что это, вот, в нашей помощи вы не нуждались бы, чтобы опирать. Вот. Вот так можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Вот. Я отдаю себе отчет в том, что этого мало, я отдаю себе отчет в том, что, в принципе, ответить, эээ, ну, что, эээ, вы хотели бы больше. Я отдаю себе в этом отчет, я прекрасно это понимаю. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, эээ, дабы, ну, дабы сейчас совсем не уходить в какие-то лютые дебри, да, дабы сейчас вот прям совсем не уходить куда-то вот, эээ, совсем далеко. Но, вот, я бы, я бы все остановился бы пока вот именно на этом, только, только на этом. И уже, эээ, исходил бы именно из этих аспектов, да, в дальнейшем. Да? Вот. То есть, эээ, скорее всего вам понадобится помощник для того, чтобы, эээ, ну, чтобы раскрыть ээээ себя, как женщина. Вот. Поэтому, в любом случае, самостоятельно делать это опасно. Вот. Но я рекомендую вам, вот, именно здесь и сейчас, да, вот то, что можно вам порекомендовать, эээ, вот, я рекомендую вам сделать, эээ, следующее. Я рекомендую эээ... значит, ээээ, подумать. Какой формат именно женского поведения для вас является эталоном? То есть, какая модель женского поведения для вас является эталонной? Вот, определите это для себя, начните с этого, с этого аспекта. И, соответственно, дальше уже вы сможете двигаться. Это как, ну, как обранная дочка такая. Вот, что вы принимаете в этом эталоне, да? Что вы не принимаете, что вам нравится в этом образе поведения. Что не нравится, и почему, соответственно, да? Да, вот на все эти вопросы постарайтесь найти ответ. Будь это станет, вот, прямо, знаете, первым шагом, ну, к решению вашей проблемы, к решению вашего вопроса. Ну, а если возникнут дополнительные вопросы, или если возникнет необходимость в помощи специалиста, а она возникнет, если вы хотите реальных результатов достичь, вот, то обращайтесь к любому из наших психологов, мы будем рады вам помочь. Если у вас остались вопросы именно по моему ответу, пишите в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.